На свет Юлия появилась в небольшом провинциальном городке Верхняя Пышма под Екатеринбургом летом 1983 года. Девочка росла без отца, которого ей заменили любящий дедушка, дядя и брат. С ранних лет маленькая Юля просто обожала мазаться косметикой из маминой сумочки. Накрасившись, малышка позировала у зеркала и устраивала мини-выступления с импровизированным микрофоном. Родные регулярно слышали от любимой Юленьки о том, что она непременно станет знаменитой артисткой и будет гастролировать по городам, постоянно меняя концертные наряды. Даже в школу будущая теледива одевалась вызывающе, а ангорские кофты, меховые жилеты, туфли, учителя лишь разводили руками. Еще в 10 классе школы девушка устроилась на местное телевидение ведущей музыкальных новостей. После окончания школы девушка поступила на филологический факультет Екатеринбургского педуниверситета, выбрав специальность преподавателя русского языка и литературы. Будучи на первом курсе, Юлия Михалкова вступила в екатеринбургскую команду КВН «Уральские пельмени», начала карьеру с выступлений в премьер-лиге. Видимо, после этого девушка разглядела в себе другие таланты, поэтому сменила вуз на Екатеринбургский театральный институт, который успешно окончила в 2008 году с дипломом по специальности актриса театра и кино. В 2009 году она начала выступать вместе с «Уральскими пельменями» в одноименном юмористическом телешоу на канале СТС. Благодаря совместной работе с популярными актерами и юмористами, Сергеем Светлаковым, Дмитрием Брекоткиным, Андреем Рожковым и другим талантливым ребятам, Юлия получила колоссальный опыт в сфере юмора и обрела тысячи поклонников по всей стране. В 2013 году коллектив команды «Уральские пельмени» получил награду за лучшее комедийное шоу на конкурсе «Прорыв года» 2013. Участие в телешоу стало для Юлии смыслом ее жизни. Сегодня Юлия Михалкова не может представить жизни без «Уральских пельменей». По окончании театрального института в 2008 году девушка дебютирует на голубых экранах в сериале «Серебро Юрия Волкогона». Хотя роль ей досталась незначительная, все-таки новоиспеченная актриса получила первый опыт съемок в кино. В 2010 году девушка предстала перед зрителями в роли красавицы-невесты в комедии «Влюблен и безоружен». Также Юлия снималась в популярном ситкоме «Реальные пацаны», где играла роль Виолы, бывшей любовницы Аборина. Михалкова активно доказывает поклонникам, что она не только Юля из «Уральских пельменей». В 2012 году она открылась зрителю и как певица, вместе с Алексеем Завьяловым выпустив клип «Юля красотуля». Год спустя вышел ее сингл «Мое сердце для тебя». Также в ее дискографии значится совместная композиция с рэпером Стеном, если нет. В 2013 году Юлия Михалкова попробовала себя в роли фотомодели в стиле Нью и снялась в откровенной фотосессии для популярного издания для мужчин. Снимки получились весьма эротичные, как отмечали многие читатели журнала, они не ожидали от Юлии из «Уральских пельменей» таких откровенных фото. Личная жизнь Юлии Михалковой. На заре карьеры Юлии Михалкова встречалась с известным екатеринбургским политиком Игорем Даниловым. По ее словам, молодой человек во всем поддерживал свою возлюбленную, был крайне нежен и внимателен, но когда настало время сделать выбор, принять или отвергнуть предложение его руки и сердца, Юлия поняла, что не может найти однозначный ответ на этот вопрос. В 2014 году пара расставила все точки в своих отношениях. «Я как Феррари такая же быстрая, а он, как BMW X6, хорошая машина, но за Феррари ей не угнаться. Мне нужен мужчина богатее, который сможет меня обогнать», — заявила Юлия. Однако в 2016 году Юлия рассказала, что обрела настоящую любовь. И имя ее возлюбленного держится в секрете. Актриса рассказала лишь, что познакомилась с любимым на выступлении «Уральских пельменей». В одном из интервью она поведала, что хочет создать с ним семью, купить уютный дом, завести собаку породы хаски и трех, а лучше четырех детей. Известно, что Юлия успешно занимается бизнесом, который приносит девушке дополнительный доход. Она открыла свой собственный центр ораторского искусства и сценической речи «Речевик», где самостоятельно ведет занятия. В 2016 году Михалкова баллотировалась на праймере с «Единой России» по региону и по итогам голосования заняла третье место. Однако в итоге была вынуждена снять свою кандидатуру под давлением общественности. Ей припомнили откровенную фотосессию, а также ее предыдущие высказывания, многие из которых попали в список самых абсурдных цитат единороссов.